Всем привет, ребят, с вами я, Вольт, и сегодня мы сделаем мини-приложение внутри Телеграма. Каталог товаров, корзина и форма заказа. Как все будет работать? Нажимаем кнопку, открывается веб-ап с красивым интерфейсом. После «Оформить», данные прилетают боту в чат. Я покажу полный путь, бот на iogram3, фронт на ванильном gs, с телеграм веб-ап sdk, локальный http s через ng-rock, все поднимем за один заход. Поехали! Для начала, инициализация проекта, зависимость и .env. Создаем виртуальное окружение. Пишем python-m-venv-venv. Теперь активируем его. На Windows это venv-scripts-activate. На macOS Linux source пробел venv-win-activate. Далее устанавливаем наши зависимости. Пишем pip-install, iogram, io-http версии 3.9.5 и python.env. Далее создаем файл .env. В нем мы указываем следующее. Наш бот-токен, веб-хост 4.0, веб-порт 8.000, public-base URL мы заменим потом на ng-rock, который нам даст, на адрес, который нам даст ng-rock. И admin-chat-id. Вставляйте свой telegram-id, если вы хотите получать как админ заказы других пользователей. Теперь создаем структуру проекта. Папку app. В ней мы создаем папку webapp. Внутри папки webapp мы создаем папку static. И еще раз внутри webapp создаем папку templates. Как будет работать бот? Бот будет работать в пулинг. После команды slash start он показывает reply-кнопку с webapp. Это самый надежный способ вернуть вебап-дата. Статика и апи-каталога будут жить в ее HTTP сервере. В самом вебапе мы выбираем товары, вводим имя и адрес, жмем оформить, фронт шлет JSON через telegram webapp send data. Бот принимает и отправляет нам чек. По желанию сохраняем заказ в SQLite и шлем alert админу, что мы и сделаем. Переходим к бэкэнду. Для начала в папке app мы создаем файл config.py. Прописываем такой вот код. Все параметры, которые мы указали в .env, мы их обрабатываем здесь. Admin chat ID ставим здесь 0, если вы не указали свой admin ID в файле .env. Чтобы не было ошибки, указываем здесь 0. Далее переходим к файлу server.py. Здесь вместо каталога можно использовать базу данных. Но я для примера укажу здесь просто каталог и создам массив со списками. Также я здесь создаю функцию async dev favicon. Она не обязательно, но она убирает ошибку 400, потому что у нас нету favicon. Это иконка сайта, если вы знаете. Далее создадим простую базу данных. Здесь нужно получить несколько параметров. ID, TS, UserID, UserName, Name, Adress, заказ и цену в конце. Теперь переходим к самому bot.py. Здесь мы создаем клавиатуру для веб-апа, используя reply keyboard markup, команда start, команда help, команда заказа, где юзер сможет посмотреть свои заказы, и сама обработка веб-ап data. Тут мы отправляем уже сообщение пользователю после того, как он в веб-апе выбрал нужные товары и нажал кнопку оформить. Функции main уже само создание нашего бота. Здесь мы объединяем веб-ап плюс апи. Тут мы создаем нашего бота. И самое главное, не забудьте написать данную строчку. Снимаем возможный веб-хук перед пулингом. Если ваш бот уже использовал веб-хук, он может не запуститься. Поэтому эту строчку нужно указать. Далее добавляем команды, отправляем лог и запускаем нашего бота. Теперь переходим к фронтенду. Front. Для фронтенда будем использовать HTML, CSS и файлик app.js. Подключаем telegram веб-ап SDK, рисуем карточки, корзину и форму. На оформить собираем JSON и отправляем боту через tg send data. Обязательно открывайте страничку из telegram, в обычном браузере send data не работает. В файл веб-ап static положите три картинки с такими названиями. Нам нужно три картинки с такими названиями. Вы можете использовать другие. Я для примера использую cup, sticker и t. Главное, чтобы названия совпадали с img из каталога. То есть вот здесь, где в server.py мы указали каталог. Главное, чтобы названия совпадали с тем, что мы указали здесь. Далее в файле web-app templates создаем файл index.html. В нем мы прописываем следующее. Стандартный html документ. Указываем title. Подключаем скрипт telegramа. Подключаем стили с CSS. В header у нас просто мини-магазинчик. Строчка каталог корзины и форма заказа внутри telegram. Далее сам блок main, где у нас секции идут. Секция корзины, секция данных доставок, адреса, оформить и так далее. В footer мы просто укажем demo telegram web-app. И подключаем script.js. Далее создаем файл stylus.css. В файле в папке static создаем файл stylus.css. И в нем прописываем стили. Чтобы вы не писали все это самостоятельно, весь проект я скину в свой telegram канал. Берите в него можете по ссылке в описании или по QR-коду на своем экране. Там вы найдете все нужные файлы. Далее создаем сам файл app.js. Создаем константы. Создаем функцию render-каталог. Здесь у нас обработка корзины. Тут мы добавляем товар в корзину. Здесь уже обработка события клик. Всех кнопочек. Теперь запускаем наш ng-rock. ng-rock http 8000. Копируем ссылку, которую он нам дал. Вставляем ее в .env. И запускаем бота. Бот у нас запустился без каких-либо ошибок. Здесь мы видим, что webapp запущен. Сам бот тоже запущен. Открываем Telegram. И бот нам пишет. Привет, это мини-приложение Telegram Web App. Проверяем. Ошибок у нас нет. Открыть магазин. Visit site. И как вы видите, у нас есть вот такой вот мини-магазинчик. Добавляем в корзину один товар, второй и третий. Здесь можно увеличить количество. Я возьму две кружки, три футболки, четыре футболки, три футболки и шесть стикеров. Далее указываем свое имя и фамилию. И укажем адрес. Так как я не парщу данные, я просто укажу набор букв. Оформить. И вот что отправляет нам бот. Вы успешно передали данные боту кнопкой «Открыть магазин». Это то, что отправляется пользователю. Заказ номер один принят. То, что вы заказали. Цена. Кто получатель, адрес и статус обрабатываем. Посмотреть можно в Slash Orders. Вот последние заказы номер один. Цена и кто заказал. Вот это уже отправляется администратору. То есть новый заказ. От кого. Куда. Сумма и то, что он заказал. Итак, друзья. Мы собрали полноценный Telegram WebApp мини-приложение. Каталог, корзина, форма заказа и чек в чате. Кнопка Reply WebApp, что надежно возвращает WebAppData. Front Vanille.js с Telegram WebApp SDK. Back. Это у нас iogram3 плюс iohhttp. Заказы сохраняются в SQLite. Есть список в Slash Orders и уведомления админу. Дальше можно прикрутить оплату Payments Stars. Поиски и фильтры каталога. Историю заказов и админ панель. Если понравилось, жмите лайк и пишите, что добавить в следующей серии. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok